Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша и это 75 выпуск информационной программы новости Apple. Итак, поехали! Партнер выпуска – сеть магазинов официальной техники Apple iStudio. Компания Microsoft выпустила офисный пакет Office 2016. Программное решение стало доступно в 139 странах мира на 16 языках. Набор приложений, состоящий из Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook, могут установить пользователи операционной системы OS X. Ссылка будет в описании. Бюро патентов и торговых марок США во вторник выдало Apple патент на новую док-станцию со специальным разъемом и поворотным механизмом. Суть конструкции, обеспечивающей подвижность коннектора, находящегося внутри стыковочной станции, наглядно передана на иллюстрациях к документу. Инстаграм повысил разрешение снимков в официальном приложении сервиса. Об этом говорится в официальном блоге разработчиков. Новые снимки, публикуемые на iOS и Android, имеют разрешение 1080 на 1080 точек вместо 640 на 640. Apple выпустила 5 новых роликов в рамках рекламной кампании, снята на iPhone 6. Посмотреть 15-секундные клипы можно на канале Apple в YouTube. Ссылка есть в описании. Согласно отчету аналитической кампании, несмотря на выход новых флагманских Android-смартфонов LG, HTC и Samsung, доля iPhone США остается неизменной. В течение июньского квартала iPhone 6 и iPhone 6 Plus оставались наиболее продаваемыми коммуникаторами среди четырех крупнейших американских сотовых операторов с долей около 50% от общих продаж. Apple обещает снять ограничения для функции «Домашняя коллекция», которая была добавлена в обновлении iOS 8.4. С выходом iOS 9 технология вновь позволит транслировать из библиотеки аудиозаписи. Об этом написал в своем микроблоге Twitter вице-президент Apple по интернет-сервисам ADQ. Аналитический центр подвел итоги очередного исследования, в ходе которого пытался установить самые уважаемые компании 2015 года. В этом году место лидера досталось Samsung, а Apple оказалась лишь на 21 месте. Социальная сеть ВКонтакте анонсировала поддержку видео с разрешением Full HD и частотой 60 кадров в секунду. Теперь пользователи могут загружать и просматривать контент в таком качестве. Во вторник, 7 июля, Apple перестала выдавать сертификаты для прошивки iOS 8.3. С этого момента у пользователей нет возможности сделать откат на предыдущую версию операционной системы с iOS 8.4. В пятницу Бюро патентов и торговых марок США обнародовало новую патентную заявку Apple, которая описывает технологию распознавания рукописного ввода. По данным исследовательского агентства, около 40% владельцев iPhone, iPod Touch и iPad, для которых доступно обновление iOS 8.4, установили платформу на свои мобильные устройства. Темпы адаптации этой версии превышают показатели других версий операционок Apple, констатируют аналитики. Спустя неделю после запуска сервиса Apple Music компания Apple распространила третью бета-версию операционной системы iOS 9 с поддержкой фирменного стримингового сервиса. Скачать сборку можно на сайте разработчиков или перейдя по ссылке в описании под этим видео. Apple выпустила для разработчиков третью по счету бета-версию операционной системы OS X El Capitan. Сборка уже доступна на официальном сайте компании для разработчиков. Вместе с iOS 9 Beta 3 и OS X El Capitan Beta 3 вышла третья бета-операционная система WatchOS 2.0 для Apple Watch. С релизом данного обновления разработчикам стали доступны инструменты для создания нативных приложений к смарт-часам Apple. Apple, как и обещала в прошлом месяце, запустила публичное бета-тестирование мобильной операционной системы iOS 9 и настольной платформы OS X El Capitan. Загрузить предварительные версии OS могут лишь первые 100 тысяч человек из числа тех, кто записался на тестирование. Ну а ссылку на профиль для установки публичной iOS 9 вы можете найти в описании под этим видео. Apple выпустила дополнительное обновление для операционной системы OS X El Capitan Beta. Патчи справляют ошибку, приводящую к сбою при работе с 32-битными приложениями. Apple выпустила программное обновление для офисного пакета iWork, предназначенного для смартфонов и планшетов. Релиз состоялся через неделю после дебюта iOS 8.4 для iPhone, iPad и iPod Touch. В описании обновления Apple сообщает об устранении ошибок и улучшении совместимости. А на этом 75 выпуск информационной программы новости Apple подошел к концу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео, делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok